Под аплодисменты зрителей и звуки спортивного марша участники шествуют вокруг стадиона и выстраиваются напротив трибун. Традиционный летний спартакиаде среди детских оздоровительных лагерей Дан Старт поприветствовал юных спортсменов. Чемпион мира по велоспорту Сергей Хмелинин. Он вспомнил, как сам, будучи школьником, тренировался на этом стадионе и теперь надеется, что нынешняя молодежь будет славить Выборгский район на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Напутственные слова сказал и заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. В летней спартакиаде принимают участие 17 команд из детских оздоровительных лагерей Выборга. В течение двух недель им предстоит выявить победителей в таких видах спорта, как легкая атлетика, футбол, настольный теннис. Кроме того, ребята впервые смогут попробовать себя в русской лапте и туристической технике. Как отмечают организаторы, в этом году школьникам была поставлена высокая планка. Проведение этого соревнования для нас очень знаменательно. Это как мини-олимпиада для детей города Выборга. Особенно в год 30-х летних олимпийских игр, которые буквально 29 июля откроются в Лондоне. Поэтому мы все спортивные мероприятия посвящаем олимпийским играм. Наконец торжественная церемония открытия подошла к концу и первые спортсмены идут на свои места. Сразу же после официальной части начинается серия легкоатлетических эстафет. Первыми на старт выходят школьники младшей возрастной группы от 8 до 11 лет. Подбадривающие крики и аплодисменты слышны со всех сторон. И вот первые победители достигают финишной черты. Не сложно. Почему? Потому что я хорошая спортсменка, я на гимнастике хорошо это занимаюсь. Одни из самых юных участников забега – команда летнего лагеря Выборгского центра детского творчества. К финишу они пришли третьими, но ничуть не расстроились. Ребята поделились своими впечатлениями от соревнований. Я думал, что мы победим. Я сегодня очень волновался. Сегодня было очень легко. Было не страшно. Я даже не волновался. Сегодня было вообще легко. Доволен результатом сегодня? Хотелось бы первое, а не третье. Впереди у ребят множество состязаний на ловкость и смелость. А достойным завершением летней спартакиады станет награждение лучших из лучших. Оно пройдет на стадионе «Авангард» 21 июня. Анна Панфилова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».